У детского дома на Пушкино-234 припарковался микроавтобус с подарками. Внутри подгузники, стиральный порошок, магниты и альбомы с рекламной продукцией. По радову детишек приехали представители компании «Доброном». Повод – завершение благотворительной акции под символичным названием «Добрики». В движении приняли участие миллионы белорусов. Свою лепту внесли покупатели магазинов «Копеечка». Стартовала акция 27 ноября, продлилась она до середины января. Товары спонсоры наши покупатели приобретали, выделены специальными наценниками, стоперами. И часть средств уходила на определенный счет благотворительный. И в данный момент мы собрали 68 тысяч по всей республике. Все магазины были задействованы. И эти 68 тысяч разделили на 6 регионов по Беларуси. На своем опыте мы показали, что совместно с нашими покупателями мы смогли собрать достаточно большую сумму и помочь нашему бабушскому детскому дому. Завод «Доброном» выражает огромную благодарность своим покупателям за непосредственный вклад в нашу акцию. Подарочный сертификат на 11 400 рублей вручают директору детского дома. Благодаря столь значимому презенту, признается Марина Шарко, у старшеклассников появятся ноутбуки, планшеты и другая техника, без которой теперь уже не обойтись в учебе. Но для малышей самое время раскрыть коробки и посмотреть, что же там внутри. Конечно же, мы очень благодарны. Сегодня мы получили не только благотворительную помощь, но и в виде материальных ценностей, но и надежду для детей, надежду на их благополучие. Потому что каждый наш ребенок хочет иметь те же блага, которыми располагают дети в обычных семьях. Поэтому нам очень приятно получить такой сертификат. Хочется пожелать всем сотрудникам вот этой торговой сети, чтобы все отданное сегодня детям вернулось им завтра, ну, наверное, в троекратном размере. Бытовая техника, велосипеды, теннисный стол, самокаты и игрушки. Этот год для детского дома с самых первых дней стал насыщенным и на сюрпризы, и на внимание спонсоров. Сегодня здесь воспитывают 44 ребенка. Подари чуточку тепла им может каждый. Мария Пересневич, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.